друзья всех приветствую продолжается у меня эпопея с этими вот керамическими нагревателями инфракрасными китайскими в общем после замены патронов да как я в предыдущем ролике рассказывал ссылочку дам в описании и в углу экрана будет подсказка значит я заменил да помните патроны вот эти вот такие текстолитовые керамику на текстолит и хочу показать вам вот патроны те которые я менял брудере значит вот смотрите видно вам нет должно быть видно вот так подгорают они контакты в этих патрончиков вот в одном патроне меня даже центральная шайба которая припаивается вот сюда на центральный контакт она осталась у меня на этом центральном контакте вот ну как стекает олово я показывал в предыдущем ролике по если интересно посмотрите и видимо все-таки перегревается этот патрон сильно верни лампа в этом патроне перегревается сильно и даже вот если вам видно контакт не контакта провода изоляция не выдерживает они оголяются такая проблема исчезла меня вот на этих патронах но подвела меня здесь уже сама лампа короче говоря с периодичностью где-то в сутки у меня сгорело три лампы стояли они у меня значит в курятники для несушек на подогреве цыплят которых мы вывели не так давно полторамесячного возраста значит напряжение в сети я померил напряжение более-менее там стандартные 230 с копейками ну какое у нас есть как бы я тут уже не могу на него влиять сильно она у нас бывает завышена бывает занижена но вот на момент перегорания этих ламп напряжение было 230 в этом районе значит смотрите три лампы у меня перегорела одну я разбил и чтобы посмотреть его конструкцию как это все внутри выглядит и в чем может быть причина сейчас подойдет оператор и мы с вами продолжим я покажу вам какая здесь неисправность предваряя возможные комментарии по поводу того что провод оголяется из-за недостаточного сечения под предыдущем видео там рекомендовали два с половиной квадратных миллиметра использовать сечение медного провода один комментатор мне очень понравился он понимает о чем говорит и сказал говорит давайте для надежности 4 бросим ну как бы чтобы было всем понятно два с половиной миллиметра квадратных медного провода идет на нагрузку рассчитывается на нагрузку 5-5 половиной киловатт здесь же нагрузка у меня мощность этой лампы всего лишь 0 2 киловатт или 200 ватт то есть сечение этого провода здесь даже с избытком вполне подошел бы 0 75 здесь может быть даже 0 5 но я ставлю один миллиметр и это в по этого вполне достаточно для вот этой потребляемой мощности 200 ватт так вот чтобы выяснить причину давайте мы попробуем посмотреть вот рабочая лампа у меня одна осталась из всего того количества по моему 8 штук что я заказывал значит вот она звонится на сопротивление то есть спираль греющая получается у нас целая значит вот эти все лампы которые меня перегорели вот можешь прибор показывать тут есть приличное сопротивление они находятся в обрыве вот это вот она звонится это как раз это целая вот то у которой шайбочка осталось в патроне и припаять вот такую лампу уже невозможно этот вот материал греющего кабеля не знаю что это за материал он блин нифига не появится в общем ну ладно я шайбу ту лучше попробую так и она все правильно вот у нас значит три лампы которые у меня сгорели на что-то это целое ее можно попробовать сделать так и вот видно это тоже в обрыве я короче расколотил одно так смотрите здесь значит я думал может проблема пайки в моей я перепаивал в общем нет для начала вот можно посмотреть что вот эти провода минует соколь прибор показывает периодически они не звонятся вот вот этот провод до этого места цел вот он цел вот этот провод с места выхода из керамики тоже цел мы вот здесь вот сами видим греющий такой проводок я не знаю что это за материал сплетенный из нескольких тонн тонких проволок и уходит он вот в керамическую вот эту вот тарелку нижнюю то есть вот эти вот части проводов они целые и здесь мы дальше сможем видеть можем видеть с вами вот такие вот видно не знаю тоненькие видите проводочки они да вот вот видно хорошо видите намотанной виде спирали видно вот она как пружинка вот спиральки видно надеюсь что да вот в общем этот провод он расходится вот на эти такие спиральки виде виде одного тонкого проводочка и здесь уже вот получается что вот с этим проводом они звонятся они значит звонятся а вот с этим проводом со вторым нет то есть я так понимаю что где-то они перегорели вот в этой керамической тарелки просто-напросто или обрыв ну обрыв в любом случае но только причина в чем то ли они перегорели мы перегорели хочу как еще какая здесь еще может причина наверное а ну вот он смотрите у меня в руках оторвался один вот он оторвался ну значит они просто-напросто перегорели уже вот в этой залитой керамики вот видно здесь вот эти сечения круглые то есть они там как пружинки намотаны и залито все вот это сверху такой керамикой так что вот не такой уж и надежный этот китайский инфракрасный керамический нагреватель как нам обещают и пишут там на всяких форумах и в рекламах тоже перегорает к сожалению как и лампа накаливания но в общем мы будем все равно искать какую-то альтернативу им ну и возможно что я еще закажу и попробую их еще попользовать в своем хозяйстве может быть вот уже как бы от времени от времени вот эти выходят устроя им как было как говорится пара для китайского товара не знаю вот пока у меня работает на месте вот этих нагревателей на простая красная лампа вот минус ее я уже в комментариях писал предыдущем видео значит какой минус минус в том что она светит и кто сталкивался с подращиванием цыплят особенно предрасположенных к расклеву знает прекрасно что под этой лампой начинается расклев тем и хороша вот эта керамическая что она не светит я ставил керамическую лампу на подогрев и рядышком маленькие маленькую диодную лампу на 1 ватт зеленого цвета такие попадаются в продаже периодически вот и все было нормально как только вкручиваешь вот эту лампу начинается расклев но сейчас меня от обходится без него так как уже цыплята более-менее подросли клювы у них прижгли но все равно все равно конечно есть опасность такая и вероятность расклева все на этом спасибо за внимание надеюсь что тема с керамическими нагревателями у нас пока будет закрыта вот так что тоже они ломаются спасибо за внимание всем пока